О своих работах Анатолий Закревский может рассказывать бесконечно. Рисует с самого детства, бросать свое хобби не собирается. Несмотря на проблемы со зрением, он абсолютно точно передает на холсте все оттенки и фигуры. В большинстве своем рисует Гродно, свои любимые места. Говорит, такую красоту сложно забыть и невозможно не передавать. Работа Анатолия популярна, выставлялся даже на всесоюзной выставке в 80-х годах. При этом никогда свои картины художник не продает, только дарит, хоть и времени на их создание уходит много. Долгий процесс – это что-то, если проще, месяц, если посложнее, два-три. С отдыхом иногда рисуешь, рисуешь, потом отставишь, потом опять начинаешь. Изобразительное искусство – самое популярное направление в творчестве людей с нарушениями зрения. Как здесь говорят, остаток зрения хоть небольшой, зато чувств много, чтобы передать их на холсте. При этом есть и вышитые картины. Это кропотливый труд, который дается далеко не каждому человеку со стопроцентным зрением. И таких примеров здесь много. Вязаные вещи, картины из теста, резьба по дереву и свечи с надписями. Все это непосильным трудом и с громадным терпением создавали те, кто не видит и малой части того, что может обычный человек. А вот поверить в то, что эти оригами сделала девушка, инвалид второй группы по зрению почти невозможно. Особенно глядя на уменьшенную копию Гродненского собора. Красота и уникальность этой работы удивляет всех без исключения. Никогда я не подумала бы, что из бумаги можно сделать, предположим, собор. Я человек незрячий с рождения, теперь имею понятие, что такое собор. Я потрогала и все, спасибо им. Спасибо Оксане, что она сделала такую великолепную работу. Они могут не видеть всего того, что их окружает, но они точно лучше любого зрящего человека чувствуют мир. Все, вплоть до мельчайшей детали, они передают в своих работах. Говорят, глаза могут и не видеть, а вот сердце все чувствует. Мы хотим сегодня здесь показать этот опыт для всех остальных, чтобы воодушевить их заниматься. Потому что последние годы мы заметили, что меньше людей с ослабленным зрением именно начинают практиковать вот эти виды декоративно-прикладного мастерства. Меньше. Раньше как-то люди больше, больше вышивали, больше что-то руками мастерили. А сейчас, может быть, думают, что недоступно, и мы хотим вернуть эту традицию, вернуть им веру в себя. Творческих коллективов в Белтизе много. Все они талантливы, даже если основное направление рисования, это не значит, что только им и ограничиваются. Увлечений столько, насколько хватает сил, а главное – желание. А вот его у людей с нарушениями зрения и интуитивным восприятием мира больше, чем достаточно. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости Гродно+.